Алексей Анатольевич Навальный – российский общественный и политический деятель, ведущий общественную борьбу с коррупцией, основатель фонда по борьбе с коррупцией. Он считается символом российской оппозиции, а его биография полна скандалов и уголовных дел, по которым он проходил в качестве главного обвиняемого в хищениях и мошенничестве. Алексей родился 4 июня 1976 года в городе Бутынь, Одинцовского района Московской области. Его отец Анатолий Иванович родился и окончил школу в Залесье, после окончания Киевского военного училища связи получил назначение под Москвой. Мать Людмила Ивановна выросла в деревушке под Зеленоградом, окончила ГУ, трудилась лаборанткой в НИИ, позже работала на деревообрабатывающей фабрике. В семье помимо Алексея есть и сын Олег, брат будущего политика, родился в 1983 году и сегодня работает в компании экспресс-доставки EMS Russia Post. В 1994 году Алексей окончил школу и поступил на юридический факультет Российского университета дружбы народов, не добрав всего один балл для поступления в МГУ. В 1998 году он продолжил учебу в финансовой академии при правительстве Российской Федерации. Параллельно Алексей работал юристом в банке Аэрофлот и девелоперской компании ST Group. В 2001 году он получил диплом по специальности ценные бумаги и биржевое дело. В 2000 году вместе с друзьями по юридическому факультету РУДН открыл фирму NN Securities. Алексей был владельцем 35% акций этой компании и занимал в ней пост главного бухгалтера. Компания торговала ценными бумагами на бирже, но в итоге компания разорилась. По словам Навального, играя на бирже, он проиграл все деньги, что у него были. Началом политической деятельности Алексея можно считать 2000 год, когда он вступил в Российскую Объединенную Демократическую партию «Яблоко», был членом Федерального полицовета этой партии. В 2002 году был избран в Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко». С апреля 2004 по февраль 2007 года руководитель аппарата Московского регионального отделения «Яблоко». В 2010 году он стал стипендиатом программы Ельского университета, куда ему удалось попасть по рекомендациям Гарри Каспарова, Сергея Гуриева и Евгении Альбас. Алексей Навальный выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы на досрочных выборах 2013 года. На тот момент он уже создал свои антикоррупционные интернет-проекты «Роспил», «Росяма» и «Росвыборы», а также зарегистрировал фонд борьбы с коррупцией. Сергей Семенович Собянин на тот момент исполняющий обязанности мэра Москвы прокомментировал действия Навального следующим образом. «Честно говоря, я не знаю, какие перспективы у кандидата Навального. Мы сделали все возможное, чтобы его зарегистрировать, чтобы у москвичей была возможность большего выбора среди кандидатов в мэры Москвы». Тем не менее, по итогам голосования Алексей Навальный занял второе место и набрал чуть больше 27% голосов. За два года до выборов президенты в 2016 году Навальный заявил о выдвижении своей кандидатуры. Об этом он сообщил со страницы официального сайта. Там же появилась программа кандидатов, в которой он провозгласил лозунги богатства для всех граждан России, последующей борьбы с коррупцией и развития социальных проектов. В 2017 году штаб Навального выложил на YouTube ролик «Он вам не Димон», представляющий собой расследование огромной коррупционной схемы во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Три недели спустя по всей России прошли митинги, участники которых требовали от Медведева ответов по поводу содержащейся в ролике информации. Все это привело к арестам организаторов в движении, в том числе и самого Навального. Ему был выписан штраф 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга, а также назначено 15 суток административного ареста за сопротивление законному требованию сотрудника полиции. 12 июня Россию охватила вторая волна оппозиционных митингов. В этот раз Алексей не успел выйти из подъезда, как его задержала полиция. Симоновский районный суд Москвы арестовал его на 30 суток, обвинив в многократном нарушении правил проведения митингов. Вечером 11 июня он призвал сторонников выйти на несанкционированное шествие на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль реконструкторов вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова. ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы из-за судимости по делу Киров-Леса 2009 года, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, признавшего его политически ангажированным. После этого Алексей призвал к бойкоту выборов. Личная жизнь Алексея Навального на фоне его карьеры не особо примечательна. В 1999 году на отдыхе в Турции он познакомился со своей будущей супругой Юлией, курортный роман с которой завершился свадьбой. В семье Алексея воспитываются двое детей – дочь Дарья 2001 года рождения и сын Захар 2008 года рождения. У Алексея российское гражданство, ежегодно он публикует данные своей налоговой декларации. В 2020 году его заработок в месяц составил 450 тысяч рублей. В своем отчете оппозиционер заявил о том, что его ИП получает большую часть доходов от бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина. 20 августа 2020 года Алексей был госпитализирован в больницу города Омска. В бессознательном состоянии его доставили с борта самолета авиакомпании S7, который совершал рейс Томск-Москва. Во время полета Алексей потерял сознание и самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в токсикологическое отделение, поместили в реанимацию, подключили КВЛ и ввели в медикаментозную кому. Утром 22 августа Алексея доставили в Германию, где сначала подтвердилось токсикологическое отравление, а затем было названо наиболее вероятное вещество, которое попало в организм Алексея. Стоит отметить, что именно это химическое соединение используется для изготовления веществ, известных под названием «новичок». 7 сентября появилась информация, что политика вывели из комы. Известно, что Алексей идет на поправку, однако пока нельзя быть уверенным, что столь серьезное отравление не отразится на здоровье человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова